И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса. Ну и, как выше отметил Алексей Гончаренко, офис президента уже открестился от заявлений Фокина. В частности, руководитель офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии заместителя руководителя украинской делегации в Минской трехсторонней контактной группе Витальда Фокина не отражают официальные политики Украины. Далее его статус. Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витальд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины. Игорь, ну что это было? Вот у меня один вопрос. Фокин проснулся утром и решил вот такое вот сказать в интервью одному из интернет-ресурсов, что нужно объявлять всеобщую амнистию, проводить выборы на Донбассе. Я более чем уверен, что он не проснулся утром и решил это сказать, поскольку если посмотреть на все его предыдущие публичные заявления, когда он еще не был членом трехсторонней контактной группы, то есть они были приблизительно в подобной тональности. Нарратив на самом деле у него очень такой пророссийский, если не сказать вообще российский, там дикое заявление о том, что Крым оккупирован, потому что Россия боялась, что его оккупируют Соединенные Штаты Америки. Он это сказал когда-то в эфире одного телеканала, что мы должны понять Россию. Они боялись, что сюда уже вышел американский флот, он приближался к берегам Крыма и Россия, чтобы как бы не потерять свою базу, решила Крым оккупировать. Давайте, соответственно, Россию мы поймем. Поэтому это позиция человека. И тут действительно очень странным, знаете, и двусмысленным есть заявление как раз господина Ермака, который говорит, что это его личная позиция. Я считаю, что более правильной была реакция как раз со стороны другого представителя власти, а именно министра внутренних дел, который очень жестко на это отреагировал и сказал, что это не просто там заявление, это по сути преступление. И его можно, кстати, понять. Почему? Потому что вопросы, связанные с амнистией, расследованием военных, в том числе преступлений, и даже проведение в будущем выборов уже на подконтрольной полностью освобожденной территории, в том числе будет как бы возложена эта функция на национальную полицию. Поэтому Ермак сказал очень дипломатично. И на самом деле, я считаю, что не может быть личного мнения у человека, который занимает официальную должность.